Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Наташа, я очень рада вас приветствовать! Сегодня у меня такое экстренное включение. Я уже третий раз не могу записать видео про пустые баночки, поэтому взяла другую камеру, так как моя, на которой я снимаю обычно, она разрядилась. Эта камера, на которой я снимаю, у меня тоже очень хорошая, и звук она пишет хорошо. В общем-то, наконец-таки, пустые баночки. Вы часто меня просите снимать почаще эти видео, но у меня почему-то все время не доходят руки, я уже вам говорила. Сегодня будет много банок, я постараюсь вам обо всем кратко, но подробно рассказать, так что, надеюсь, это видео не будет слишком долгим. Ну, а если вы любите такие видео долгие, или если вы готовы послушать меня достаточно долго, то запасайтесь вкусняшками, насаживайтесь поудобнее, вливайте себе что-нибудь вкусненькое, и поехали! Ну что ж, давайте начнем с самых больших баночек, которые попадаются мне в руки. Это такие бытовые продукты. Первое, это у нас кондиционер от LENOR, аромат вдохновленной природы с маслом ши. Как заявляет нам производитель, этого кондиционера нам хватает на 26 стирок. Я, конечно же, не проверяла, насколько мне его хватило, но знаю точно, что меньше, чем 26 стирок. Я люблю кондиционера лить побольше да погуще, чтобы вещи пахли обильно, сильно приятно, таким свежим, чистым ароматом. Я, в принципе, обожаю кондиционеры от LENOR и, в принципе, люблю эту марку, особенно такой голубой пузатенький ютюбик, он просто мой любимый, самый-самый, покупаю их постоянно в Экспрайсе по хорошей цене. Этот кондиционер я тоже купила в Экспрайсе. Обалденный, аромат приятный, действительно вкусно пахнет от вещей. Очень мне нравится продукт, действительно советую вам, тем более за 99 рублей попробуйте, прям очень советую. И второй продукт у нас также из такой стиральной темы бытовой, это гель для стирки автомат универсальный. 5 в 1, 1 литр. Ребят, это самый, наверное, бюджетный гель для стирки, который я пробовала, который действительно классный. За 55 рублей это мега крутой гель, я вам серьезно говорю, попробуйте обязательно, прям зайдите в Экспрайс, не пожалейте 55 рублей, купите. Я уверена, что вам понравится и вы потом еще на этот гель точно перейдете и будете им пользоваться. Следующее, что мне попадается, это 3 баночки от Organic Kitchen моих любимых. Давайте по порядку, банановый беспредел, обновляющий скраб для тела, свежие бразильские бананы и органическая ваниль. Ребят, это срочно к приобретению тем, кто любит скрабы, кто такой же скрабоман, как я, и те, кто любит банан. Просто что-то фантастическое. Во-первых, аромат бомба, я даже не знаю, как его передать, это пахнет круче, чем настоящий банан, серьезно. Тем более здесь добавление ванили, ваниль придает такую сладинку, такую приятную сладкую нотку, просто фантастический скраб. Не пожалейте свои 60 рублей, попробуйте, я уверена, что вам понравится. И, если я не ошибаюсь, здесь у нас как раз-таки солевые частички. Будьте, конечно, осторожны те, у кого суперчувствительная кожа, как у меня. Ну, попробовать все равно с такую цену я прям очень вам советую. Следующий у нас груш-ап, биокрем для увеличения объема груди. Очень смешно читать такие надписи, но да ладно. Органический экстракт груши, биомасло кигели и капелька волшебства. Слушайте, аромат у этого крема вот тоже очень вкусный, потрясающе, пахнет свежей грушей. Такой прям приятный, не химозный, очень-очень натуральный, классный крем. Что касается увеличения груди, конечно, ну, ребят, сами понимаете. Я его использовала сначала только на область груди, потом плюнула, подумала, что так я его буду использовать очень долго. Все-таки здесь 100 миллилитров. Я его использовала просто на тело и была такая у меня хорошая увлажнялочка для кожи. И последний продукт от Organic Kitchen Must Have увлажняющий крем для тела с органической лакрицей и пассифлорой. Очень приятный крем для тела, пахнет сладенько, вкусненько. Имеет такой, знаете, сиреневатый цвет. Мне безумно понравился, хороший крем. Я в скором будущем планирую все-таки поехать в Москву и тоже закупиться вот такими баночками с гляночками. Так что обязательно прикуплю и вам тоже советую. Очень вкусный, сладенький аромат. Два продукта от марки L'Oreal Professional Magic Oil. Вот такая линейка для волос. Давайте о первом. Шампунь. Значит, у нас здесь идет органовое масло и эликсир Мирты. Для плотных волос также подходит для питания и дисциплины. Сама линейка идет с таким контекстом. У меня волос сейчас, конечно, не плотный, но шампунь мне очень понравился. Действительно классный эффект. Волосы блестящие в первую очередь, что я замечаю. Волосы очень приятно пахнут, потому что аромат здесь просто бомба. Профессионально сладенький. Потрясающий аромат. У меня вот еще чуть-чуть осталось. Я даже не буду выкидывать. Я еще на раз использую. Мне безумно понравилось. Я вам могу посоветовать. Попробуйте, если любите особенно такие полупров. Что касается бальзама, я не могу сказать, что он мне прям понравился. Но и также не могу сказать, что не понравился. Ну, хороший такой бальзамчик. Бывают такие бальзамы, которые прям супер увлажняют волосы. И когда рукой по ним проводишь, они прям рассыпаются. Здесь такого эффекта я не вижу. Несмотря на это, бальзам очень плотный, как маска. Но вот того питания он мне, конечно, не дает. Я не вижу от этого продукта, того питания, которого хотела видеть. Так что, если вам интересно, вот парочки я вам могу посоветовать. Они парочки, кстати, в принципе, неплохо работают. По отдельности я их не пробовала. Добила я их вместе. Мне, в принципе, линейка понравилась. Шампунь повторю, бальзам вряд ли. Следующее, что мне попадается, это два геля для душа от Фаберлик. Первое французский десерт. И второе у нас витаминный гель для душа, литомания, смородина и ежевика. Если говорить о первом геле для душа, честно, не понравился. Чисто вот из-за аромата. Аромат я ждала немного другой. Здесь так было красиво все описано и заявлено. Я думала, ну сейчас аромат просто порвет. Все, будет бомба. Нет, бомбы не было. Эффекта вау не было. Да, приятненький сладкий аромат, но не более того. Я эту линейку, в принципе, больше повторять, скорее всего, не хочу. Не вижу смысла. Есть намного вкуснее и круче линейки у Фаберлик, нежели чем вот эти с макаронами. Что касается геля витаминя с смородиной и ежевикой. Очень приятный, очень классный. Уверена, что еще не раз повторю. В принципе, это тот же самый аромат, что и был раньше. Именно бьюти кафе, по-моему, смородина. Чего особо не поменялось. С удовольствием буду также продолжать пользоваться. Если вы любите свежие такие ягодные ароматы, то смородина вам точно понравится. Дальше мне попадается бальзам для волос. Шварцкоп Эссенс Ультим с роскошной эссенцией жемчуга. Экспресс легкое расчесывание жидкими кристаллами для тусклых и нормальных волос. Что касается этого бальзама, понравился, приятно пахнет, хорошо увлажняют волосы. Я покупала его еще в фикс прайсе за 99 рублей. Мега находка. Ребята, если еще вдруг найдете фиксах, обязательно приобретайте. Вообще, в принципе, все продукты от Шварцкоп мне очень нравятся. Для меня они прям классные и хорошо работают на моих волосах. И второй шампунь у нас мужской. Нивея Мэн. Против перхоти. Освежающий экстракт лайма глубоко очищает. Моему молодому человеку покупался этот шампунь. Ну, шампунь как шампунь. Перхоть он особо не убирает. Ничего такого не делает. Знаете, бывают такие два в одном. Гель для душа и шампунь. Вот это вот из того же разряда. Дальше опять попадается Фаберлик. Целых три средства у меня. Первый это крем гель для душа. Штрудель с мороженым. Обожаю этот гель. Вообще всю линейку. Вот она мне очень нравится. Более насыщенный аромат. Кстати, отдаленно вот эти марафуны, они похожи на линейку штрудель с мороженым. Но они вообще слабенько пахнут. Сама линейка слабенько пахнет. Вот здесь же такой более насыщенный аромат. Вот этот гель для душа и в принципе какой-нибудь крем. Там для тела, для рук. С удовольствием еще повторю. Вам тоже советую. Как раз таки старая линейка Beauty Cafe. Сейчас переизданная Витамания. Безумно классное мыло. Мне нравится. Аромат потрясающий. Что еще можно хотеть от мыла? Все, что можно. В этом флакончике для меня собрано. Мне прям безумно нравится. И французский десерт. Это как раз таки вот с маракунами, с этими корунами. Увлажняющее суфле для тела. Ну суфле как суфле. Увлажняет оно хорошо. Но аромат так себе. Тоже не могу сказать, что понравился. Тут была фольга. В принципе, если вам плевать на аромат. Даже не то, что плевать. Если вы не привередливы к аромату, то попробуйте. Вот эти все увлажнялки, они очень хорошо питают кожу. Но аромат здесь слабоват. Лучше купить тогда штрудель с мороженым вот из этой линейки. Тут аромат будет намного приятнее. Серьезно у меня что-то все в разнообраз попадается. Опять у нас попался Шварцкоп Эссенс Ультим. Это у меня интенсивная маска. Превосходное восстановление с обогащенным омега маслом для поврежденных и истощенных волос. Ребят, классная маска. Действительно хорошо работает. Полос мягкий, блестящий. Какой-то более плотный на ощупь. Рассыпной. Безумно крутая маска. Пахнет очень приятно. Я ее тут просто уже всю вылизала. Мне очень понравилось. Опять же, повторюсь, вся линейка Шварцкоп Эссенс Ультим мне очень нравится. Все, что я не пробовала, все мне подходит. Деликатный вопрос. Натуральный мягкий гель лентинной гигиены. Органи Китчен. Натуральный экстракт ромашки и алоэ вера. Хороший гель имеет очень нежный, тонкий аромат. Вот настоящего алоэ. Как вот пахнет алоэ. Ну, практически такой вуальный, незаметный. Никакого дискомфорта не вызывает. Да и стоит копейки. Конечно, я вам могу посоветовать. Будете в фирменных магазинах, обязательно присмотритесь к этому продукту. Так, с вашего позволения, я перенесу всю мою коробочку вот сюда. Потому что так мне будет немножко поудобнее. Она, конечно, вид попортит. Но действительно, сзади моей спины, когда это все стоит, не очень-то удобно и комфортно. Следующий будет крем для лица от марки Royal Rose. Я покупала этот крем в Болгарии. Это мужской крем. Пала я его для самого милого и любимого. Вот такой кремушек. Его уже практически здесь, да не практически, его здесь и нету. Хороший увлажняющий крем с приятным, потрясающим мужским ароматом. И вообще, в принципе, вот эта вся линейка. То есть с маслом органы и с маслом розы. Потрясающий. Моему молодому человеку очень понравился. Да и мне тоже понравился. Очень хороший крем. Будете в Болгарии, обязательно присмотритесь. Следующий продукт у меня идет Beauty Cafe. Таша. Нежная камелия. Масляная сыворотка для умывания. Ребят, наконец-таки я закончила эту бутылочку. Если честно, я думала, что это никогда не произойдет. Стояла она у меня где-то год. Были периоды, когда я наращивала ресницы. Соответственно, такими маслами пользоваться было нельзя. И с ресницами я достаточно долго ходила. И в летний период, и вот в зимний. Как только я снимала ресницы, всегда пыталась его добить. Наконец-таки добила. Хорошее средство для очищения кожи. Смывает макияж. Но после того, как я смывала макияж этой штукой, я еще проходила дополнительно гелем для умывания. С глаз, особенно водостойкие продукты, все-таки немножко трудновато смывались. Но это очень мягкое, нежное, деликатное очищение для такой кожи, вот именно как у меня. Очень чувствительный и сухой. Так что, если у вас такая кожа, то обязательно попробуйте. Следующие умывашки тоже натуральные. Очень классные от Эко-лаборатории. Гель для умывания увлажняющих для сухой и чувствительной кожи. Такой натуральный. Обалденный. Пахнет очень приятно, нежно, цветочно. Хорошо умывал лицо. Новокосметику смывал, ну, знаете так, на среднюю троечку, наверное, из пяти. Но здесь именно для умывания, а не для снятия макияжа. Поэтому тут ставлю пятерку. Продукт работает замечательно. Глаза, самое главное, не раздражал. Для меня это просто обалденное средство. И еще одно средство, тоже мое любимое, уже второй раз у меня эта баночка повторяется. Это у меня ВИ Косметик, чайная спад-церемония, линейка Грейн. Гель-пенка для умывания, свежесть белого чая. Ну, несмотря на это, она подходит для нормальной, жирной, комбинированной кожи. У меня кожа нормальная, склонная очень к сухости, чувствительная. Мне эта пенка подходит замечательно. Обалденный, свежий, приятный аромат зеленого чая. Также хорошо очищает. И, кстати, косметику смывает он на ура. Помпо-дозатор. Ну, в общем, ван лав. Вот эти средства действительно хорошие, бюджетные. Советую вам присмотреться. Следующее средство, это у нас мицеллярная вода от Nixit. Must Have. Называется вот такая водичка. Водичка хорошая. Я не скажу, что она прям самая лучшая из тех, которые я пробовала. Она стоит в районе 400 рублей. Если сейчас не повысилась на нее цена, я ее покупала примерно где-то вот в эту цену. 395 рублей была цена. Хорошая вода для нормальной кожи, комбинированной, жирной. Супер. Для чувствительной, в принципе, тоже подойдет. Только нужно немножечко аккуратно быть с глазами. А так, супер классная водичка. Следующий продукт, который тоже у меня был на протяжении, наверное, трех с половиной лет, это Вербена. Спрей освежающий от L'Occitane. Хороший спрей, обалденный. Знаете, такая водичка мелкодисперстная, которая просто увлажняет вашу кожу. Она не делает больше ничего. Просто вот когда жарко, ей хорошо освежится. На лицо я бы не советовала такой продукт наносить, хотя сама экспериментировала, делала. Но глаза пощипывают, потому что все-таки здесь Вербена из разряда растения лайма. Вы будьте осторожны, но если будете приобретать на лето, классная вещь. Флакончик, знаете, такой жестяной, и водичка всегда оставляет за собой приятную прохладу. То есть она даже на солнце не нагревается. Вот это мне, конечно, очень понравилось, но стоит она далеко не бюджетно, поэтому если денежку позволяет, то попробуйте. Следующие два продукта, которые меня очень сильно впечатлили, это марка Abivie. Это у нас израильская марка. Направление идет на Anti-Age, крем для лица и крем для век. Крем для лица потрясающий, мне понравился, хорошо впитывается, хорошо разглаживает какие-то, знаете, вот такие заломы, морщинки от сухости кожи. Вот у меня кожа сухая, иногда бывает, когда я совсем устаю, кожа перегружена, у меня появляются такие морщинки вот здесь, вот над глазками. С удовольствием пользуюсь, у меня есть еще одна упаковочка. И крем для кожи вокруг глаз, также очень хороший продукт, также хорошо разглаживает морщинки, увлажняет кожу, не чувствую я дискомфорта. В общем-то, обалденная парочка, если вдруг наткнетесь на эту израильскую косметику, обязательно присмотритесь. Мне продукты очень сильно понравились. Следующие мне попадаются два вот таких тюбика. Паста от BioMed с виноградом. Хорошая паста, повторяю, уже не в первый раз. Сейчас появилась еще с углем новая паста, она стала моим любимчиком. Вот все пасты нравятся, кроме мятной и кокосовой. Как-то я к ним не пристрастилась, а вот с виноградом и с углем очень нравится. Советую вам также присмотреться пасты натуральные и, что самое главное, бюджетные. И крем для рук, бархатные ручки, насыщенный крем с маслом ореха макадамии. Ну, я про него даже говорить ничего не буду, я думаю, кто мне давно смотрит, тут без слов. Моя любовь, супер крем за такую цену, просто самый лучший, самый волшебный. Также, кстати, что касается зубов, у меня закончилась пенка отбеливающая для полости рта Global White, дневная гигиена плюс отбеливание. Классные вот эти пенки от Global White, я их очень люблю, с удовольствием всегда использую. Вот так, например, нет у вас возможности почистить зубы, например, на работе. Нужно, чтобы было свежее дыхание, а жвачки любят не все жевать далеко. Вот такие пенки справляются с этим просто идеально. В сумочку положили, она маленькая, компактная, вес особо не придает. Спокойно взяли, прополоскали полость рта, ходите со свежего дыхания. Хороший продукт, могу вам посоветовать. Так, ну что, ребят, выходим на финишную прямую. Осталось последних 4 продукта, которые у меня в руках. Давайте быстренько о вот таком лаке Smart Girl. Это у меня гелевый эффект лака, белорусский. Оттенок у меня 03. Обалденно красивый лак, очень красивый. Я сейчас лаками редко пользуюсь, в основном гель-лаками. Вот этот был моим любимчиком. Цвет потрясающий. Обожаю. Вот такой его гель-лак найти. Просто супер. Если вы знаете вот такие похожие оттенки гель-лака, напишите, пожалуйста. Потому что это просто моя любовь. Следующий продукт также белорусский. Belita Young. Тоже даже не знаю, что о нем уже сказать. Все уши вам прожужжало. Это потрясающий люби-крем, который лучше не найти. Соотношение цена и качество просто потрясающее. Уже какой у меня тюбик, наверное, четвертый будет. Ему я давно уже не изменяю на протяжении полутора лет. И, скорее всего, не изменю. Советую вам также присмотреться. Обратите свое внимание. Спрей для тела от компании Faberlic Beauty Cafe. Ароматная земляника. Как написано, парфюмированный лосьон-спрей. Но я бы не сказала, что он парфюмированный, потому что пахнет он совсем недолго. Держит аромат на протяжении, наверное, минут 20. Потом он пропадает. Хорошая увлажнялочка для лета. Вот именно летом такие спреи я с удовольствием использую. Когда не хочется себя нагружать каким-то дополнительным кремом. От крема часто становится жарко, дискомфортно. Спреем побрызгались, освежились. Все замечательно, приятно пахнет, хорошо увлажняет. Конечно, могу посоветовать для летнего периода. Просто супер. И последний продукт на сегодня. Это натуральный гидролат. Крымская цветочная вода кипариса. В ней 50 мл. Компания Spivac. Все гидролаты я очень сильно люблю. Марку Spivac также прям обожаю. Хорошее соотношение также цены и качества. И самое, что главное, составы потрясающие. Недорогие продукты. Сам продукт находится в стекле, что очень, кстати, радует. Тем более в темном. Не дает проникать лишний раз свету. Если, например, у вас стоит где-нибудь водичка вот так, как у меня. Здесь темное стеклышко. Как бы оно защищает от попадания лучей. Классное. Советую. Обязательно присмотритесь. Ну что, ребят, на этом у меня все. Я надеюсь, вам понравились мои пустые баночки. Обязательно пишите комментарии. Также, если вам понравилось это видео, поддержите меня пальчиком вверх. Мне будет безумно приятно. Я на этом с вами не прощаюсь. Желаю вам всего самого хорошего, доброго, прекрасного. И до встречи в следующем видео. Всех целую и внимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok